Рече Господь притчу сию, человек некий, сотворив вечерю велию, и зва многих, и посла раба своего в год вечери рещи званным, грядите, яка уже готова суть вся, и на чаша в купе отрицатися вси. Первые рече ему, село купих, и имам нужду изыти и видите е, молютеся, имей мя отреченно. Другие рече, пар валов купих пять, и гряду искусите их, молю тебя, имей мя отреченно. И другие рече, жену паях, и сего ради не могу прийти, И пришед раб твой, поведа господину своему сия, тогда разгневася, дому владыка, и рече рабу своему. И зыди скоро на распутия, и на стогны града, и нищих, и бедных, и слепых, и хромых, введи сюда. И рече раб, господи, бысть, яка же повелел еси, и еще место есть. И рече, господин, к рабу, и зыди на пути и халуги, и убеди в нити, да наполнится дом мой. Глаголю бо вам, як он не един, мужей тех званных, вкусит мое я вечери. Мнози бо суть званни, мало же избранных. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Люди, которые не идут, куда Бог приказал, куда Бог позвал, они изображаются самыми разными красками в Священном Писании. То, что мы сейчас прочитали, это не самое страшное. То есть, ну, купил там валов, купил землю, попаял жену. То есть, никакого греха, все хорошо, все в рамках трудового законодательства, все прекрасно. Тем не менее, смотрите, Господь говорит, ни один из мужей тех званных не вкусит мои вечери. Все, то есть, в ад. Никто в раю из них не будет. Значит, дело очень серьезное. И люди, которые отказываются идти к Богу, они, повторяю, изображаются разными красками. Ну, например, самая яркая – это неверная женщина. Это Осия, это Иезекииль, это другие пророки. Говорят, возьми женщину, нежно любимую мужем, которая блудит и изменяет ему, как бы, женись на ней. Значит, вот, как бы, живи с этой вот этой женщиной. Это почитайте сами, чтобы вы еще, может, некоторые плохо знающие писания еще подумают, что я фантазирую. Там так оно и говорится. Говорит, возьми вот эту вот женщину и живи с ней. И скажи ей, будь только для меня, я буду только для тебя. Не спи ни с кем, не изменяй мне. И не может, зараза. И творит блуд постоянно, значит, и он мучается и любит ее. И Господь говорит, Осия говорит, вот так я люблю этот народ, бедные, значит, они постоянно изменяют мне с теми, которые не боги. То есть я бог, а они кланяются тем, которые не боги. Выкопали себе колодцы сухие, недержащие воды, и меня, источник воды живой, оставили. Это, может быть, самый яркий образ, самый жесткий такой, самый гнул такой, ну, не знаю, что еще можно придумать в человеческом роде. Кто-то из преподобных отцов сказал, что душа, любящая грех крещеного человека, крещеный человек, любящий грех, похож на блудницу, которую взял в жены царь. И она вышла замуж, почему-то он полюбил ее, и забрал ее с собой, и вымыл, и одел, и окружил ее лаской и заботой. И целует стопы ног ее. Но друзья, которые раньше пользовали ее, знают, что она в царском дворце, и они свистят ей по ночам. И она, зараза, слыша привычный свист, лезет к ним на старое удовольствие. При всем том, что царь полюбил ее, и она живет в царском дворце. Но ничего хуже я не могу придумать, чтобы изобразить подлость человеческой души и нашу общую низость. То есть вот это наше бесчувствие к Иисусу Христу, воплотившемуся Деве Марии, распятому при понтийском Пилате, воскресшему из мертвых и идущему судить нас, взыскать с нас ответ за прожитую жизнь. Я ничего лучше не могу придумать, ничего хуже и лучше, не знаю, как сказать. Хуже и лучше тут одно и то же, чем вот эта вот блудница, которую сделали царицей, а она все равно блудница. А сегодня мы слышим очень мягкий образ, очень мягкий. Какой-то великий человек собрал, накрыл большой стол и зовет к себе людей, чтобы они ели, пили и веселились. И они пренебрегли этим призывом по хорошим причинам. Ну там, ну женился, купил, что там приобрел. Ну бизнес, дела, ну забота, ну житейская. Ну кто отменит житейское? Никто не будет отменять житейское. Вот они по житейским причинам и отказались перейти на этот пир. И никто из них не попадет в Царство Небесное. Никто. Господь сказал, так оно и будет. Говорит, никто из этих не зайдет, не вкусит Мои я вечери. Число людей крещеных десятикратно или двадцатикратно превышает число людей молящихся. Это что такое вообще? Это какая? Где святая Русь? Я хотел бы в ней жить, но я ее не вижу. Люди, которых позвали, исчисляются миллиардами. Люди, которые пришли, исчисляются сотнями тысяч. То есть пропорция какая-то совершенно убийственная по отношению к Иисусу Христу. Вот мы сегодня слышим опять, что нас всех, ну как бы, скажете, батюшка, что ты нас орешь? Мы уже пришли. Слава Богу. Аллилуйя. Может быть, я это и не вам говорю. Может быть, я говорю это вам на будущее. Потому что не факт, что вы не забудете Бога через пару лет или через месяц. То есть пока ты веришь, умножай молитву. Пока ты имеешь благодать молиться, молись как можно больше. Потому что потом ты потеряешь благодать молиться, чтобы Бог тебя не забыл. Накопи себе жирок на будущее, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому я, в принципе, говорю это не буквально вам, потому что вы и так здесь. Где вы, кстати, сейчас? Дайте себе отчет. Вы вообще где? Если вы себе скажете, я на Перу, я пришел на пир отца, отец женит сына, и я пришел на брачный пир Божьего сына, вы не ошибетесь. Вы на Перу. Вам хорошо здесь? Если вы скажете, хорошо мне здесь. Что-то еще хочешь в жизни? Мальдивы, рестораны? Скажешь, не-не-не, здесь рай. Дайте себе отчет, для тебя здесь рай или нет? Или ты другого рая хочешь? Если другого рая хочешь, ты потеряешь все. И в настоящий рай не зайдешь. Для тебя здесь рай или не рай? Дайте себе отчет в этом вопросе. Он очень простой, но такой серьезный. Вообще у Бога все очень просто и все очень серьезно. То есть чем больше живешь, тем больше боишься. Очень просто все и ужасно серьезно. Для тебя здесь рай или не рай? Рай. А другого рая хочешь? Нет. А другого рая нету. Все остальное – это обманка. Так вот, если тебя позвали и ты пришел, я сегодня прошу, чтобы ты больше никуда не ушел. Чтобы прошел год, два, три, пять, чтобы ты никуда не уходил, как Петр говорил. А куда нам идти? Может быть, вы хотите уйти? Мы уже с вами об этом говорили не раз. Такой вопрос существует. Может быть, вы хотите уйти? Христос спрашивает учеников своих. И они молчат. А Петр от лица всех говорит, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Идти-то больше некуда. А вот те, кто не пришел, не дай бог. И вот сегодня мы обращаем эту речь к тем, которые, в принципе, крещеные, вроде бы, типа, идентифицируются как христиан, там, бьют себя в грудь, там, я то, я сё, я белый, я русский, я крещеный. Нету их. Процент молящихся людей ужасно мал. Искупили всех и позвали всех. А пришли, вот, кот наплакал. Поэтому сегодня мы как бы говорим даже, я не ругаю вас, я никого, в принципе, не ругаю. Кто дал право мне ругать? Я читаю Евангелие, и в моей душе отзывается то, что там сказано, что не идут люди. Не идут. Оказывается, блуд и неверность так же страшны, как избыточное занятие житейскими делами. Вот кто такое придумает? Посмотри на блудника, посмотри на фермера. С точки зрения жизни они совершенно разные люди. Этот вечно ищет чужую плоть, этот вечно копается в земле для прибыли. Но с точки зрения Бога и Царства Небесного, они совершенно одинаковые люди. И тот не зайдет, и тот не зайдет. В том нет покаяния, в этом нет веры. У него такое есть желание прибыли и работы. Он любит работать, ну помогай Бог и работай. Но там тебя не ждут. Все. Тебя позвали, ты не услышал. Ты просто даже не слышишь из-за работающих тракторов, то есть шум мотора трактора так громко работает, что ты не слышишь, что тебя отец позвал на пир своего сына. С точки зрения Небесного Царства, это абсолютно одинаковые люди. И тот не пришел, и тот не пришел. Понимаете, как это все ужасно, как это все революционно, как это ново. Сколько раз мы уже говорили, для того, чтобы оказаться в аду, не нужно делать никаких грехов. Можно быть совершенно безгрешным жителем ада. Ты только не делай ничего хорошего. Как будет неделя о страшном суде, мы опять прочтем. Говорит, что вы не дали мне есть, вы не дали мне пить, вы не одели меня, отойдите от меня, проклятые. То есть никто никого не убивал, никто никого не насиловал, никто никого не обворовывал. Вы просто не дали, не дали, не накормили, не напоили. Этого хватает, чтобы оказаться в аду. В аду много хороших людей. Еще одну революционную вещь вам скажу. Она меня тоже постоянно поражает. Когда я начинаю про нее думать, я прям потею холодным потом. В аду полным-полно хороших людей. Вот этих вот хороших людей, которым не нужен ни Христос, ни Божия Матерь, ни таинство церкви. Ничего не нужно, они хорошие. Он сам по себе хорош, как бы, понимаете? И вот сегодня мы опять, как бы, говорим об этом. Зачем мы об этом говорим? Разве что-то изменится? Разве что до кого-нибудь достучишься, разве? Если Сын Божий пришел на землю, ни до кого толком не достучался, кроме Ануфрия Великого, Марии Египетской. Но мы все равно должны это говорить. А вдруг? Потому что действует не человек, действует Господь. Ты прочти и скажи, пойми и заплачь, и расскажи другим. Через Твои слова Господь сам будет действовать. Нужно, чтобы люди отозвались на призыв прийти на пир. Не зовут вас камни ломать. Ну, как бы, я сейчас говорю, как бы, в камеру даже. Не говорю вам. Я надеюсь, что вы все поняли. Раз вы пришли, вы все поняли. А есть такие, которые могли прийти, но не пришли. А есть такие, которые ни разу не приходили. Хотя должны были всю жизнь ходить. Не зовут вас камни ломать. Не зовут вас каналы рыть. Не зовут вас, не знаю, там что-то еще делать. Зовут вас на пир. Ну, не отказывайте Господу Богу, пожалуйста. Представьте себе, там говорится о том, что, говорит, позовите хромых, больных, слепых. Представьте себе, что зайдут слепые. Вот прям придет много слепых, много хромых, много горбатых, на костылях. Вот с фронта вернутся пацаны без ног. Кто-нибудь там посеченный, кто-нибудь слепой с детства придет. И как бы все зрячие откажутся молиться, а все слепые придут. И будет полная церковь слепых. Вот будет достойное умиление зрелища. Глупые пришли, а умные нет. На одной ноге прискакал, а на двух не пришли. С обоими глазами не пришел, а без глаз пришел. Слепых позовите, потому что зрячие ничего не видят. Позовите слепых. Позовите бед. Потом, когда уже позвали горбатых, слепых, ничтожных, говорит, еще место есть. Представьте, как много места в Царстве Божьем. Много места там. Говорит, зовите еще. На распутье идите. И зовите там всяких, там таких-сяких. А на распутьях кто ходит, между прочим? На распутьях ходят прокаженные, которые в город не заходят. На распутьях ходят те, кому нельзя зайти в город. Там либо разбойники, либо заразно больные. Говорит, этих тоже зовите. Академики не пришли, паршивых зовите. Зрячие не пришли, зовите слепых. Белые отказались, черных зовите. Черные не пришли, желтых зовите. Зовите всех, потому что трапеза накрыта. Сын Божий умер за мои грехи. Сын Божий воскрес из мертвых. Почему никто не идет, кланяться воскресшему из мертвых Божьему Сыну? Почему все делают вид, что этого не было? Или действительно не знают, что это было? Или делают вид, что этого не было? Вот такая совершенно кошмарная история. Какой-то простой текст и совершенно кошмарная история. Скоро будет Рождество. Праздники нам даны с вами, дорогие христиане, для того, чтобы обновить заветы крещения. Каждый праздник способен обновить в человеке веру, потому что вера пылится с годами и превращается в привычку и в ненужность. А в празднике дается благодать человеку обновиться так, как будто он впервые уверовал. И вот к Рождеству остается совсем немножко, там две недели остается. Какие там две недели? Ну да. До Рождества надо постараться поверить заново. Ставьте себе такую красивую цель. Господи, хочу верить полной верой. Полной верой, не чуть-чуть верить хочу. Хочу верить полной верой. И хочу верить заново. Хочу верить впервые. Хочу верить так, как в брачную ночь. Как первая ночь любви, то есть как первый поцелуй. Хочу верить, как глоток воды в жаркий день. Потому что у нас, которые ходят в церковь, у нас есть соблазн привыкнуть к тому, что мы ходим в церковь, и записать себе галочку, что мы хорошие. И я уверен, что эти галочки стоят у вас в тайных списках. Вы все себе записали галочку, что я хороший. Кого-то там, может быть, запишем в грешнике, но уж точно не меня, потому что я-то пришел. Поэтому нужно там это тоже с тем разбираться нужно. А вот те, которые вообще не ходили, я не знаю, это наша общая боль. Болит ли у вас душа, братья и сестры, о том, что только 3% русских людей ходят в церковь по воскресеньям. У вас болит душа об этом или не болит? А почему война? Почему война, как Дебора сказала пророчица, избрали себе ложных богов, новых богов себе избрали, поэтому война на пороге. Войны – это наказание за безбожие. И все остальное – это тоже наказание за безбожие. Если мы хотим разобраться с проблемами нашими в семье, в государстве, в обществе, в гимназии, в церкви, в моей собственной душе, нужно избавиться от безбожия. Это наша общая грандиозная задача – выбрать Бога и жить, вместо того, чтобы бегать за бесами, служить им в всяких постыдных делах и умирать. Умирать, умирать и умирать. Выбери Бога и живи. Вот сегодня нам опять Господь говорит о том, что если мы не будем относиться благодарно к тому, что нас позвали на пир царский, Господь позовет кого хочешь. Мы можем дождаться до великого пробуждения Китая. Это очень фантастическая идея. Но я вас уверяю, что у Бога нет невозможных вещей. Вдруг, например, все китайцы проснутся, и весь Китай будет как одна большая церковь. А где будет Святая Русь, ее даже заметно не будет на фоне пробудившегося Китая. Вдруг Господь пробудит Африку, вдруг Господь пробудит этих, вдруг этих. А мы где будем? А нас не будет. Нас просто не будет. Мы просто даром гоношимся, как бы мы даром пускаем с людьми. Если пробудятся другие раньше нас, нас просто не будет. Вот и решение вопроса. Поэтому сегодня поблагодарим Бога за то, что мы здесь. Вытрем галочку из тайного списка, где мы написали, что мы хорошие. Что я же здесь, я же хороший человек. Нет, не балуйтесь с этим. Вы не знаете, что будет завтра. Вы еще не знаете, на что вы способны. Есть такие грехи, о которых вы даже не подозреваете, но вы их можете совершить буквально сегодня вечером. Не гордитесь никогда и ничем. Гордиться человеку нечем. Поэтому стирайте там эту галочку, что вы хорошие. И давайте будем душой болеть за тех, кто уже крещен, кто типа наш, но кого здесь нет. Тех, которых позвали, а они не идут. Если вы любите людей, вы должны переживать о том, чтобы люди поверили в Бога. Потому что Господь сказал, что ни один из мужей тех званых не вкусит моей вечери. Господь не шутит. Он никого не пустит в рай из тех, кого позвали, а они отказались. Независимо по каким причинам. Или по чисто греховным, или по чисто житейским. Неважно. Если мы любим людей, нам должно быть, хоть иногда, пусть заболит ваше сердце от тех, кто должен молиться, а он не молится. Кто должен быть здесь, а его нет. Вот сегодня мне это слышится в Евангелии. Да помилует нас Христос. Аминь. 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 Продолжение следует...